Всем-всем привет! И сегодня я в своем видео покажу вам свои покупки из магазина Лента. Давайте приступим. Общая сумма была на 1236 рублей. И давайте начнем. Купили мы вот такое печенье. Всегда берем в ленте целые упаковки печеньев. Вот таких вот. Нам хватает их очень надолго. Берем разные, ориентируемся по сроку годности. То есть смотрим самые свежие, выбираем, покупаем. Очень нравится. Всегда вкусные, всегда свежие, всегда все устраивает. Следующее, что взяли. Так, печенье стоило 146 рублей. Следующее, что взяли. Ягодная смесь. 365 дней. Люблю эту смесь. Варю из нее компот. Очень-очень вкусно получается. Свежая, натуральная. Там у нас ягодки клубника. Значит, такие целые, настоящие. Черная смородина, черноплодная рябинка и, по-моему, красная смородина. Эта смесь стоила 99 рублей. По акции взяли вот таких вот. Три мыло полмолив. Малиновое, арбузное и с экстрактом зеленого чая и огурчика. Мыло одно стоило 21 рубль, насколько я помню. Да, 21 рубль. Следующее, что взяли, это такие вот ватные палочки. 365 дней. Они стоили 10 рублей 99 копеек. 11 рублей. Следующее, что взяли. Такую вот жвачку. Дерол для него захотелось попробовать. Прикольный вкус. Я сама тоже попробовала. Не испугалась того, что показывается реклама. Прикольный такой, знаете, мятно-свежий зеленый вкус. Хорошо, неплохо освежает дыхание. Орбит у нас в магазинах стоит 18 рублей 90 копеек. Извиняюсь, Дерол. Следующее, что взяли, это вот такой вот крем. Релана для руки, ногтей, увлажняющий с экстрактом алоэ. Захотелось мне его попробовать. Стало интересно. Смягчает и увлажняет кожу рук. Так, оно у нас стоило 97 рублей 70 копеек. Вот такой вот кремик. Буду пробовать, буду тестить. Посмотрим. Следующее, что взяла. Такую вот маску для поврежденных и ослабленных волос, улучшающую структуру волос. Ни разу я не пробовала такую вот масочку. Мне стало интересно. Здесь идет за доза. Смотрим 500 миллилитров я почитала. Неплохой такой состав его шампуня. Не содержит в себе СЛС. Беларусь производит, Минск. Стало интересно. Почему-то захотелось мне попробовать. Мне показалось, что было достаточно интересно. Неплохое описание такое у маски. Поэтому взяла. Стоит она 233 рубля. Следующее, что взяли, это вот такие вот добрые яйца. Так вот и не выглядит. В принципе, прикольные такие яйца. Мы их берем. Они вкусненькие, очень хорошие. Желток такой прямо насыщенный. Нравится. Следующее, что взяли. Йогурт вишня-смородина фруате. Производит у нас его Воронеж. Очень-очень люблю этот йогурт. Он очень вкусный. Я очень такой нежный, не калорийный. Люблю. Следующее, что купили. Это взяли морковь и канун. Она всего вышла на 13 рублей по карте. Очень нравится. Ну и что, что не мытое. Я сама могу, в принципе, неплохо помыть. Без каких-либо проблем. Взяли кетчуп, хайнс. Здесь целых тысяча грамм. Такую вот целую упаковку. Выгодно очень получилось. Она стоила... Смотрите, стоила эта упаковка кетчупа 119 рублей. Очень-очень выгодно. Я считаю, когда 350 мл, вот эта пластиковая обычная упаковка стоит где-то в районе 50 рублей. Считайте, это гораздо выгоднее. Во-первых. Во-вторых, вкусовые качества. У него, я надеюсь, точно такие же, так кетчупы хайнс любим, покупаем, берем, с удовольствием их кушаем. Взяли золотую семечку растительное масло. Вот такое вот. Так вот оно у нас выглядит. Неплохое такое масло. Всегда, в принципе, практически его покупаем. Иногда берем альтера. Но вот это тоже вкусное. Было оно по акции, стоило 73 рубля 99 копеек. Нравится мне на нем готовить. Оно без запаха. Хорошее такое. И взяли целую тушку курицы петелинка. Вот так вот оно у нас выглядит, да. Целая такая тушка. Не знаю, ни разу я еще не брала тушку курицы. Всегда как-то все по отдельности, по отдельности. Тут прочитала, что целую тушку брать гораздо выгоднее. Гораздо это все получается более дешевле, более наваристее. Из нее супик получается. Ну вот, решила попробовать. Я не знаю, как я буду ее разделывать. Как-то, я говорю, то берем филе обычно, то отдельно уже готовое такое помыл, приготовил. То берем куриные ножки. Вот решили взять. И берем мы всегда водичку минеральную, волжанку, питьевую. Иногда берем не газированную, иногда газированную. Это конкретно чисто наша вот ульянская водичка. Уже мы ее попили. Очень вкусная. В том году мы ездили на источник, где делают конкретно завод, водички, где делают вот это родниковое. Все там очень такая красивая местность по весне мы ездили. Там святой источник, там на крещение люди в проруби наряд. Очень-очень красиво, там территория такая ухоженная. Недалеко санаторий ундеры. Водичка этой лечится. Очень любимая. Мы ее всегда практически покупаем. Я знаю точно, что она продается в Самаре. В Удмуртии ее нет, к сожалению. И, наверное, все-таки в других городах ее тоже не так много. Но в Самаре она точно есть. Если кому-то интересно, попробуйте. Вот это все были мои покупки. Казалось бы, ничего практически мы не купили, да. А вот вышло на полторы тысячи. Нет. Это без скидки, со скидкой на 1236 рублей. Скидка очень хорошая получилась. По карте 247 рублей 18 копеек. Такое вот было мое видео. Скажите, снимать, не снимать о продуктовых покупках. Таких вот покупках в супермаркетах. Я знаю, что девочки снимают такое видео. Сама смотрю это видео. Мне интересно посмотреть, узнать, что другие берут. Сами согласитесь, не всегда можно в супермаркете в таком большом что-то выбрать, затеряться. А тут посмотрел на видео уже, так сориентировался. Денежки не потратил свои. И смотришь на чужие покупки и думаешь, ага, вот это мне тоже можно, в принципе, попробовать купить. Вот такое вот получилось видео. Спасибо всем большое за просмотр. Всем-всем пока.